Семнадцатого по двадцать первого марта в Омской области прошли пятые всероссийские зимние сельские спортивные игры. Честь провести соревнования такого ранга во второй раз нашему региону предоставлена учредителями, Министерством сельского хозяйства и Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. И все потому, что в 2007 году амичи сумели показать высокий уровень подготовки, организации и проведения спортивных праздников всероссийского масштаба. Задание по подготовке игр, полученное Министерством по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области от губернатора, с честью было выполнено в этом году. Делегаты, а это более тысячи спортсменов, судей, тренеров и организаторов, прибыли на омскую землю. Мы приехали не то что на соревнования, как бы на праздник, с надеждой, чтобы познакомиться с другими коллективами, показать свой. И я думаю, что мы не изочаруем людей, кто за нас будет болеть. Мы будем участвовать во многих видах спорта. В лыжных гонках, дартс. Мы выступали уже на всероссийских играх. То есть я в том году ездила на летние в республику Татарстан и Лабугу. И там заняла, по сожалению, пятое место. Открытие праздника прошло в СКК имени Виктора Блинова, одной из главных спортивных арен Омской области. Феерическое шоу прошло в лучших народных традициях. В нем приняли участие спортивные и творческие коллективы области. Перед и мечами и гостями праздника развернулось театрализованное действие. Сценки из деревенской жизни, песни, пляски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От имени министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Леонидовича Мутко я от себя лично хочу поприветствовать гостей, участников пятых всероссийских сельских спортивных игр. Развешите мне прежде всего от имени губернатора Омской области, правительства Омской области приветствовать вас на Омской земле на пятых всероссийских зимних спортивных играх. Омская область, жители села любят спорт, занимаются спортом. Мы ежегодно проводим массовые спартакиады зимой в праздник севера, летом королевы спорта. Первые всероссийские сельские игры прошли в 2003 году в Ижевске. Столицами праздника становились также Курган и Ханты-Мансийск. Популярность этих соревнований год от года растет. В первых играх участвовали 36 регионов России. Сегодня их количество выросло до 46. В этом году игры прошли в живописной курортной зоне в поселке Красноярка. Это одно из любимых мест отдыха омичей. Сосновый бор, тишина, чистый воздух. Организаторы хорошо продумали расположение спортивных площадок. Компактно, удобно, друг от друга почти в шаговой доступности. Мы приехали в Омскую область, в Красноярку. Это одно из самых красивых мест, где мы бывали. Потрясающе, Сосновый бор, солнце, снег, хорошая погода, чистый воздух. Нам очень нравится. Все здорово, конечно. Все так ярко, все зрелищно. Такой уровень соревнований. То, что сельский спорт на сегодняшний день, вы видите, что до уровня профессионального доходит. Сельские атлеты отстаивали честь своих регионов в лыжных гонках, палеотлоне, гиревом спорте, плавании, соревнованиях механизаторов, дойров и спортивных семей. В 2007 году, когда всероссийские сельские игры в Омске проходили впервые, самыми зрелищными считались состязания спортивных семей. Нынешний праздник подарил омским болельщикам соревнования механизаторов, которые стали буквально гвоздем программы. Полоса препятствий на тракторе – это именно тот вид, где сельских жителей никто не обгонит. По условиям нужно подхватить зацепом груз, проехать с ним змейкой на большой скорости между фишек. И получается это у некоторых очень виртуозно. Как вы оцениваете свое выступление? По-моему, неплохо. В первом туре у меня была небольшая ошибка. Я уронил груз, но за счет скорости я вышел в финал. По итогам этих соревнований своими механизаторами по праву могут гордиться Чувашия, Омская и Пензенская области. Соревнования на лыжах традиционные. В селе этот вид спорта не только самый доступный, но и востребованный. Здесь, на трассе в Красноярке, мужчины преодолевают 4 километра, женщины – 2. Великолепный пейзаж вокруг и чистый воздух придают им сил в стремлении к победе. Борьба за лидерство развернулась жесткая. Фаворитами гонки стали спортсмены из Челябинска, Оренбурга, Республики Коми. Параллельно этим стартам на другом стадионе за лидерство сражались семейные команды. На старт сначала вышли папы, затем соревновались мамы, в заключении – дети. Давай, давай, работай, работай, работай. Молодец, молодец, Занила. Давай, давай, давай. Оценивались личные результаты и командные. Кроме лыжной гонки, семьи еще соревновались в дартсе. По итогам оказалось, что самые спортивные живут в Новосибирской, Свердловской, Омской областях и Башкортостане. Еще одна изюминка сельских игр – соревнования дойеров. Многие зрители увидели доильный аппарат впервые в жизни, а перед спортсменами стояла задача разобрать и собрать это устройство как можно быстрее и качественнее. Казалось, они могут это сделать с закрытыми глазами. Представители 26 команд со всей России боролись за звание лучшей. Здесь приезжают со всей России разные школы. И вот здесь поднимается и мастерство, и шлифуется оно, потому что у каждого участника посмотрят какие-то нюансы. Гиревой спорт – это вид, требующий не только высоких силовых показателей, но и хорошей выносливости, терпения и воли. Соревновались и женщины, и мужчины. Особенная конкуренция развернулась среди представителей сильного пола. Ребята выжимали все, что могли. Очень интересный старт, так как всегда. Мне более привычно, так как мы ездим отдельно от всех спортсменов, только чисто по гиревому спорту. А тут все спортсмены вместе, много соревнований, очень интересно, много спортсменов. Как было, спортсмены всегда находят общий язык между собой. Так что очень интересно. Мини-олимпиада для нас, скажем так. Плавание также входит в программу всероссийских зимних игр, а точнее эстафетные заплывы. Четыре этапа по 25 метров. В команды входят представители разных видов спорта. По одной дорожке плывет дойр, по другой – гиревик, по третий – лыжник. Тем интереснее наблюдать за происходящим в бассейне. Борьба за призовые места – захватывающая. До последнего нельзя определить, какой же регион победит. В итоге сильнейшими признаны челябинские спортсмены. В соревнованиях принимали участие люди разных специальностей. Животноводы, зоотехники, почтальоны, экономисты, трактористы, бухгалтеры. Тем ценнее их высокие результаты соревнований. Ведь тренируются сельские атлеты в свободное от работы время. Спорт для них – это действительно удовольствие. Это праздник. Они у себя на родине – лидеры в пропаганде здорового образа жизни. На их примере будут учиться односельчане. Соревнования завершены. Победители названы. Участники увезли медали в свои регионы. Их отзывы показали, что «Амичи» удержали высокую планку организации мероприятий всероссийского масштаба. И пятые сельские игры вошли яркой страницей в спортивную летопись регионов страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова